попробую разобрать как работает этот фонарик акулы некоторые говорили что тут эта схема неправильно посмотрел тут вроде бы все ну примерно правильно ничего менять не надо якобы то транзистор нет вот тут плюс идет 18 12 вольт стабилизатор идет на транзисторы и в базу идет через 740 как вам резистор тут встроен транзистор тут эмиттеры транзисторов на минус а коллекторы 1 транзистора нигде не подключен на 2 коллектор транзистора тут потом когда тут податься питание то тут пойдет на базу то есть базу замкнет транзистор на минус этот закроется тогда этот начать то есть закроется и не начнет подавать тогда тут напряжение и тут будет скважина из где-то 55 процентов то есть не 45 и 55 потом когда этот откроется закроется и этот закроется они все все таки 45 процентов вроде бы будет этот закроется закоротиться минус это и затвор тоже пойдет тут 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 пойдет через транзисторы тоже на минус потом это все-таки похоже тут когда минус минус тогда тут плюс идет когда этот закрыт этот открыт то есть 55 процентов скваженность будет только вот странно когда этот транзистор откроется тогда это закроете тогда затвор этого будет вот эти эти да тут закроете когда откроет этот откроется тогда этот откроется пойдет на затвор и этот откроется, тоже пойдет на затвор. Дело в том, что еще от затвора будет идти питание и на этот транзистор. Если этот, например, до 9 вольт зарядится, то эти 9 вольт пойдут на базу, а они не пойдут, потому что тут минусы через один киломб, как бы в воздухе висит, так что все нормально будет работать, только 55 процентов скваженность будет. Этот закрыт транзистор, этот открыт и этот открыт. Так, тут откроется, тут появится плюс, тут минус. Плюс идет, заряжает конденсатор. Ну и тут плюс он не пойдет, потому что там на плюс ему нет смысла идти. Дальше тут, тут плюс, тут минус. Ну и тут пойдет. Тут плюс, тут минус. Значит... Кажется, у меня была другая схема, где точки были наоборот поставлены. Допустим, вот если минус, тут плюс, так и тут плюс. Тут плюс идет тут. Это в прямой трансформации и минус идет... Тут он складывается с напряжением этого конденсатора и идет на минус. Этот как бы идет на плюс и подзаряжает этот конденсатор. Дальше транзистор закрывается, тут становится плюс, тут становится минус. Плюс идет опять на конденсатор. Минус идет тут, складывается с напряжением этого конденсатора. Идет на минус и опять заряжается этот конденсатор. Плюс идет еще вот тут. Так, тут плюс идет и тут плюс тогда идет. А тут минус. Ну тут плюс и плюс нейтрализуется. А тут плюс не пойдет, не может идти. Поэтому эта катушка становится бестолковой, когда обратно связь. Она не действует. Только вот эта задействована становится. Вот тут плюс входит и решает конденсатор. Минус складывается напряжение с этим конденсатором и входит в минус этого конденсатора. Он получается заряжает этот конденсатор, обратная ДС и этот конденсатор, потому что они ровная микрофарад емкость, они будут поровну заряжаться. Теперь рассмотрю Тейл-494. Вот тут есть все спецификации ее. Вот тут транзистор или как. Вот тут, когда появляется на аппаратере на третьей ножке минус, как бы, тогда Тейл-ка выключается. Мон, начнем с тринадцатой ножки. На тринадцатой ножке, если будет минус, то Тейл-ка будет работать в однотактом режиме. То есть два ключа будут работать как в одно время открываться, в однотактом. Если на тринадцатой ножке появится 5 вольт, тогда она будет работать как в пуш-пулном режиме. Вот на четырнадцатой ножке, тут стоит 5 вольт постоянного питания, чтобы было более стабильно, чтобы не нужно было от никуда брать, еще откуда-то брать 5 вольт, поэтому 5 вольт идет на тринадцатую ножку. И она работает в пуш-пульном режиме. Вот четырнадцатую ножку. Мой референсинт называется, тут 5 вольт выходит. Мой 5 вольт, написано. 5 вольт идет через 4 килоома резистора. Правда, тут еще потом идет на этот, на этот, на этот идет на минус. А этот идет на минус, то есть, то есть, если на этой ножке появится больше напряжения, чем на этой, допустим, тут 5 вольт, а тут 5,1 вольт, тогда включится вот этот вот эрор-амплифер, и он как бы запитает этот компаратор, и тогда ТЛ-ка выключится. Ну, так как вот эта шестнадцатая, она прямо на минусе сидит, а тут вот подается, вот 5 вольт подается на пятнадцатую ножку через резистор. И вот тут еще 210 вольт резистор, делитель получается. Тут где-то будет, допустим, 0,2 вольт. Будет тут все равно выше напряжение, чем тут. Поэтому она не выключится. Вот этот стоит на минусе, вот 2 килоома. Тут 12 килоом, тут 12 вольт. 12 поделить на 7, то есть 12 и отнять 7, то будет 5 вольт где-то. То есть тут нужно настроить очень близко, чем 5 вольт, потому что вот от этой ножки 5 вольт они идут, 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 идут. Идут через 4 килоома резистор, идут его на эту ножку, тоже на второй ножке. Этот вот эрор-амплифер. Вот тут 5 вольт, и тут если будет 5,1 вольт, чуть-чуть выше, чем тут, тогда опять ТЭЛ 494 выключится. Вот через 4 килоома идет 5 вольт. И тут нужно выставить где-то 4,9 вольт, 4,99 вольт, чтобы улучшить меньше, чем 5 вольт, чем тут. Ну а вот эта третья ножка, она тут выходит, она тут без дела тут стоит, тут просто резистор поставленный, конденсатор тут, ну вот, даже если на выходе что-то появится, тут 27 килоом резистор, он зарядит конденсатор, между тут плюс появится, и тут плюс, а так тут плюс-минус, тут что-то особо ничего не поменяется. Просто так, для какого-то прикола, или чтобы какая-то наводки не так ловились, не знаю. Может тут как-то пойдет, немножко скважинность уменьшит, хотя сомневаюсь. Потому что на четвертой ножке это меняет скважинность. Вот дуты тикли. Когда на четвертой ножке будет минус, тогда будет скважинность максимальная, 45%. Когда тут появится 3,3 вольта, как я понял, или 4 вольта, тогда тут скважинность будет минимальна. Вот тут идет все на минусе сидит, и через 7 килоом резистор минус идет тут. Вот этот конденсатор, он заряжается, опять же, от этого плюс 5 вольт, он заряжается вот тут, и минус заряжается вот тут. Он 5 вольтами заряжен, становится. Ну, когда тут на выходе, ну, хотя тут 27 килоом, тут очень что-то в стиле слабое. Очень трудно тут будет что-то пробить и изменить. Что тут как-то прибавилось, что-то как-то тут немножко изменилось, что-то поменялось, скважинность немножко уменьшилась. По сути, ничего тут влиять не должно и не будет, по-моему. Ну, это чистота, это понятно, это тоже сдающий конденсатор чистоты. Вот что непонятно, тут предназначение вот этой обратной связи. Если кто знает, как она тут работает, тогда напишите в комментариях. Вот тут 1 Ом резистор, тут, если 30 Вт, то 3 А где-то появится, и тут он вообще 1,25 Вт, он тут, там где-то 9 Вт на нем выделяться будет, он там сгорит. Тут и 30 Вт не может быть, 10 Вт максимум, чтобы не снырел. Тогда тут будет выделяться 1 Вт, и то это многовато. 1 Вт. Тут 0,25 Вт скажется, Ватт. Так, когда тут пойдет большой ток, тогда зарядится, допустим, до 1 В. пойдет этот 1 Вт пойдет тут, пойдет прибавиться, тут было 5 Вт, тут еще 1 Вт прибавится, как будто ничего не поменяет он. Дальше как-то пойдет через этот конденсатор, тут что-то толкнет, тут опять что-то прибавит или немножко убавит напряжение, и немножко пойдет через этот резистор, немножко может скважность изменится. По-моему, от этой бестолковой вещи она тут ничего не будет влиять, тем более, если нагрузка небольшая. А вот теперь тут идет плюс, 15 Вольт идет тут, входит конденсатор, потом, когда тут станет плюс, то есть, тут станет плюс, тут минус, когда включится транзистор, тогда тут опять плюс, но тут больше витоков, тут 45 витков, тут 15, тут намного сильнее плюс пойдет, и тут минус пойдет в конденсатор, и сложится, будет заряжаться и этот, и этот, ну и минус еще, правда, пойдет через этот, и тут минус с минусами еще сложится, но тут они не будут складывать, вот когда были тут точки наоборот поставлены, тогда бы не, тут бы мешали, а так, они не мешают вроде бы, тогда тут появится скачок напряжения, и он отразится вот тут пойдет, появится выше напряжение, и тогда тут становится уже допустим 5,1 Вольт, а тут 5 Вольт, и тогда ТЛ-ка выплечится, и появятся пачки, я получал пачки, вот этот резистор настраивал, получается пачки, но его трудно настроить, может я тогда, там слишком нечувствительно, там может 10 кг ставил, тогда труднее было настроить, плюс напряжение может было нестабильно, где-то давно я делал, ну вроде бы все.